Киевская Динамо продолжает побеждать в рамках квалификации Лиги Чемпионов. А с вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы сосредоточимся на матче между Динамо и Штурмом из Граца. Хотелось бы отметить, что в этой встрече динамовцы изначально смотрелись фаворитами, потому что одно дело с Фенербахча, где есть и громкие имена, и звездные исполнители играть, а вот здесь, казалось бы, Штурм из Граца не такой раскрученный коллектив, команда с не таким звездным составом, но все-таки многие опасались, что австрияки могут показать себя. Последнее время их чемпионат существенно прибавляет, растет, становится сильнее, и недооценивать австрийцев нельзя, ни в коем случае. Даже в тех ситуациях, когда кажется, что не такой уж и сложный коллектив играет против тебя. Да, возможно, по подбору исполнителей Штурм не такой раскрученный клуб, как Фенербахча, но организация игры и, в принципе, дисциплина вот эта немецко-австрийская, она всегда является страшной силой. Поэтому здесь многие, скажем так, недооценивали Штурм, многие, напротив, опасались его, но по итогу динамовцы победили. Со счетом 1-0 давайте разберем эту встречу поподробнее. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор – компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребята, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, давайте сосредоточимся на динамовцах. Что здесь было в плане стартового состава? Кто здесь появился? Хотелось бы отметить, что команда вышла в достаточно ожидаемом подборе исполнителей. И, в принципе, сейчас, ну, как бы особой выборы здесь нет, по-хорошему говоря. Иностранцы разъехались, пользуясь известным правом. В итоге в обойме осталось только Кензера, ну, для которого, в общем-то, матч был вдвойне домашним. Что касается остальных позиций, все были закрыты украинцами. Ну, и при этом мы должны понимать, что даже если брать украинских футболистов своих, то здесь далеко не все сейчас доступны для Мерча Луческу. Цыганкова нет, супряги, в общем, есть свои проблемки. В итоге обойма получилась, ну, отчасти ожидаемой, хотя были свои нюансы. Например, Караваев в последний момент был внесен в состав, и оказалось, что не зря. Но, в принципе, большинство позиций здесь просматривалось заранее. Состав получился достаточно осторожным, наверное, потому что в центре поля тут и Шапаренко, и Сидорчук, и Шепелев. То есть такая плотная группа полузащитников. И хотелось бы отметить, что чисто атакующих футболистов, строго говоря, всего два. Ну, то есть это Буяльский и Бесядин на остыре. Потому что так-то мы помним, что и Караваев когда-то был защитником. Ну, и хотелось бы отметить, что поначалу этот, на мой взгляд, достаточно осторожный состав Динамо в основном играл от обороны. Штурм наседал и штурмовал позиции Киева, полностью оправдывая свое название. И хотелось бы отметить, что стартовый отрезок однозначно был за австрийцами. Они создавали ситуации, хорошие моменты, что не позволило им забить. Но здесь два фактора. Во-первых, Бущан, который продолжает тащить. Да, он нестабильно может пустить бабочку. Но, вы знаете, и Шавковский иногда тоже косячил, но потом исправлялся. Ну, и плюс к этому, конечно, слабая реализация. Опять же, можно долго говорить про организацию игры, штурма, дисциплину и все остальное. Австрийцы этим могут похвастаться. Но класс исполнителей все-таки здесь не самый высокий. Поэтому в каких-то ситуациях еще и штурм прощал киевскую команду. А вот Динамо, что стоит отметить, очень хладнокровно воспользовался, ну, фактически первым таким явным моментом. Здесь хороший, скажем так, фланговый наступательный порыв был, который в итоге закончился отличным ударом Караваева, который оказался в нужном месте в нужное время. При том, что изначально, я так понял, он не планировался в стартовом составе, появился в нем в последний момент. Но, вы знаете, это тоже искусство для опытного исполнителя выручить в нужной ситуации. Ну и Мерчелу Ческу, хотелось бы отметить, оказался здесь в максимально выгодной для себя диспозиции. Он забил нужный ему первый мяч, а дальше мог уже действовать в излюбленной манере, отдав мяч немножко сопернику, позволяя тому раскрываться. И можно дальше ловить его на контрвыпадах. При этом состав Динамо к тому моменту, он был как раз-таки идеален, исходя из ситуации на поле. Потому что теперь уже не нужно было нестись вперед, атаковать можно было спокойно, опираясь на свой мощный центр поля, держаться, обороняться и там ловить на контрвыпадах своего оппонента. Выпустить каких-нибудь молодых резвых вперед во втором тайме под контр-атаки и так далее и тому подобное. Ну и хотелось бы отметить, что в итоге второй тайм, он оказался очень закрытым, на мой вкус. Здесь мы увидели мало опасных ситуаций. Было понятно, что киевляне осторожничают, потому что нельзя им было упускать победный счет первого матча. Ни в коем случае штурм. Но штурм, как видимо, уже рассчитывал на ответную встречу. Да, понятное дело, они хотели забить и здесь, но они понимали, что если пойдут большими силами вперед, то хитрый румынский лис Луческу их за это накажет. Контр-выпады киевского Динамо были страшным оружием, это понимали австрийцы, и поэтому они тоже не лезли вперед. Такой вот странный нюанс, что, по-моему, счет 1-0 в каком-то смысле удовлетворил и тех, и других. Австрийцы оставили у себя хорошие шансы отыграться в ответной встрече и, возможно, даже выйти в следующий раунд. А что касается киевлян, ну, победа, важный шаг вперед и так далее. В общем, здесь, как мне кажется, второй тайм уже был во многом осторожный с той и с другой стороны. И киевляне немножко отдали мяч сопернику, хотя и так они владели немного, и Штуром не хотел идти вперед. При этом было видно, что все-таки киевская Динамо без Цыганкова, ну, лишилась определенной изюминки, не хватало некоторых других исполнителей. Да, конечно, во втором тайме появилась там и Гармаш, и некоторые другие, но все-таки нужного свежего ресурса для того, чтобы добавить в атаки и забить, например, второй мяч у киевлян, как видимо, не оказалось. А Штуром недостаточно открывался для того, чтобы киевская Динамо воспользовалась контратаками, молодыми футболистами, их скоростью для того, чтобы раскачать оборону соперника. В общем, решение вопроса с выходом в следующий раунд откладывается на ответную встречу в Австрии.